Так, я вернулся домой, сейчас почти час дня, без четырёх минут. Полкулька яблок я насобирал. И то, это далеко здесь все сделать, чтобы она была собирать. Но мне этого вполне будет достаточно, по крайней мере на два дня позже. Вес мой, по идее, не должен был измениться. Ну, вот так вот, у меня весы туда-сюда, 200 грамм, то больше, то меньше пока. Ни в какую-то, да. Все равно 77,8. Ладно. Килограмм 5 не меньше яблок. А в мае яблоки в Донецке по 40 гривен покупал. Сейчас они валяются и гниют. Я не жадный, я хочу людям глаза открыть. Если бы я был бы жадным, я бы не говорил о том, что можно питаться исключительно яблоком и быть здоровым. Я бы сам бы и не питался, еще бы ходил бы собирал и ходил бы продавал на ЖД вокзал. Вполне можно было им так поступить, но я этого делать не стану. Потому что это не выход, я не хочу, чтобы люди из-за своей жадности, которые с каждым днем все возрастают, оказывались из тех ставок, в которых был я в этой оккупации. Если люди не воспримут эту информацию, эти мои знания, для них это будет информация, но все равно они должны хоть как-то отреагировать. Но их реакцию я смогу узреть только по количеству просмотров или комментариев. Если не будет результата, я не буду этим заниматься, для себя я уже определенного уровня достиг, в плане питания буду постигать другие вершины. Попозже я продолжу рассказывать о том, что было летом, там еще еще рассказать, это, так сказать, концовочка перед началом съемки. Ну а до этого, там, целых два года, часть вы знаете, часть происходила, так сказать, за кулисами, но у меня это все записано, по крайней мере. Начиная с июня я записывал на вебку, которая встроена на компьютер, и она была, ну, с ютуба, короче, напрямую на ютуб загружалась и там сохранялась. Тогда у меня был проводной интернет, потом у меня что-то с вебкой драйверами скучилось, она накрылась. А драйвера родные, которые там в комплекте шли, что-то там на диске этого драйвера на вебку не оказалось. Не знаю, кто там может быть, ну, как там может быть. То есть физически, если на диске записана информация, либо она полностью стирается, тем более, это диск DVD-рка, либо CD-рка, все не перезаписывается. Ну вот, как-то так вышел. Короче, я остался без вебки. Потом я записывал... Как бы вебка включалась, сама по себе изображение было, она не записывала ничего. Потом я загрузил прогу для записывания видео, загвата видео с монитора. То есть вебка работала, и эта прога записывала само видео. И кое-что тоже писала. В конечном итоге... У меня ж не было зарядного на камеру, поэтому камера не работала. То есть заряд, зарядки не было. В конечном итоге, 30 августа, 1 сентября была сильная гроза, рано утром. Как раз я собирался ехать в больницу, в мор. Из-за этой сильной грозы была шаровая молния моей соседки. И она ее видела. Эта шаровая молния долбанула так. Ко мне в то время был подключен интернет. Я пытался найти... маршрут в 22-й больнице. И, короче говоря, у меня перегорел на столбе провод, кабель. Ну, в общем, там эта вот коробка. Интернет, короче, отключился. И здесь у меня вспышка была... У меня была повреждена зарядка к компьютеру. Короче, USB-выход. А не USB-выход, а интернет-выход. И на столбе. В общем... Я... Порядка полтора месяца просидел без интернета, без камеры, и, в общем... И без мамы. Фух... Ну... Мне деньги дали мамы на работе. Я купил себе камеру в результате. Которую сейчас снимаю. На маяке радио-рынке. Бэушная. 350 гривен. До сих пор я ей пользуюсь. Я всё писал. По крайней мере, утро, день и вечер я писал всё, что там происходило. Так это у меня всё есть. В предвремя я это всё выложу в открытый доступ. Продолжение книг. Какая именно книга, я как-нибудь расскажу потом. Какая именно книга, я как-нибудь расскажу потом. Какая именно книга, январь, была заказана. Который кируйумик. Я уникал швей. Который кируй. Тот... Тот. Тот... 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 Тот! Продолжение следует... 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 Она хоть по часу, но всё-таки лучше. Да, качество хреновое, звука нет, да, знаю, знаю. Но, у меня сейчас главное, что только можно меньше объём. Что это было? 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 Я утром отключил микрофон, но он всё равно не писал. Либо слабо писал. Либо слабо писал. Так и получилось так, что как будто я его удалил. Звуковое устройство не установлено, я всего лишь выкол сделал. Что это было? Что это было? Без аудио, а рыбка не пишет. Смотрите. 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 Нормально хорошо поделать потом просто уменьшать ближе плинтуса. А как всё хорошо начиналось. Продолжение следует... 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 переходы на прану я бы просто не перешел бы на прану. Почему? Потому что надо, ну, именно чтоб какое-то спокойное состояние было, состояние умиротворенности, а не так, что мне постоянно взломит и требует что-то. Ну, просто пошел в магазин, купил там, как я уже говорил, там, всяких разных хренюшек типа хлеба там, вафли там, а потом еще сардельки покупал, там, майонез, там, кетчуп, в общем. Говорит о том, что просто надо было, имея деньги, надо было добровольно от всего этого отказаться. То есть, когда я занялся бабушкой, это был недобровольный отказ, это был отказ в соответствии с условиями. То есть, я не работал, была маленькая пенсия, бабушка была больная, нужно было деньги, надо было деньги собирать и экономить либо на лекарства, либо на больнице. Таким образом, я тогда запросто отказался, и бабушка перевела чисто на вегетарианское питание. Но я денег экономил, конечно. Вот, сейчас же, на тот момент, если я запретил бабушке, то, значит, я должен сам себе было это запретить, чтобы экономить деньги, ну и здоровье. Но, когда бабушка умерла, меня уже ничего не держало, я сорвался. Но, сейчас я понимаю, что если бы я тогда не сорвался, не попробовал бы всё это заново, вот, я бы мог бы сорваться в другой момент. Начиная с мая, когда я набирал вес, вот, надеясь на 20-дневный переход под шоссмахин, по которому можно даже не быть там веганом, сыроедом, а просто взять впереди. Сейчас я уже давно веган, сыроед, монофруктоед, это гораздо больше повышает мои шансы к переходу на прану. Вот, ну, в общем говоря, деньги у меня потихоньку заканчивались, конечно, что и не закончились. Надеюсь, не было даже на интернет. У меня не было денег даже на проездки. Маршрутки 4 гривна. Ну, в общем говоря, где я взял деньги, каким образом я их достал, что я могу сейчас интернетом пользоваться, я расскажу в своём следующем рассказе, в своём следующем описании. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...